Шахтинска, Сакаровский и Каркаролинский район зимой могут остаться без воды. Об этом сегодня сообщили на заседании комиссии партийного контроля Народно-демократической партии Нуратан. Подробности в следующем материале. На сегодняшний день актуальной темой является обеспечение карагандинцев качественной питьевой водой. В наш век жить без центрального водоснабжения нереально, неудобно и антисанитарно. Однако пока остаются еще населенные пункты, жителям которых приходится ходить за водой и рыть колодца. Такие проблемы обсуждались на сегодняшнем заседании партии Нуратан по рассмотрению вопроса о ходе реализации местными исполнительными органами программы АКБУЛАК. На обеспечение населенных пунктов области качественной питьевой водой выделились 1,2 триллиона тенге, рассказывают участники встречи. Также было отмечено, что штуком комитетом были нарушения по предыдущей программе питьевой водой на сумму более 5 миллиардов тенге. Для окончательного решения данной социальной создания правительством в 2021 году у нас принята программа АКБУЛАК на 10-20 годы. Системный подход при строительстве новых объектов водоснабжения и реконструкции действующих, сокращении числа аварий в системах и обеспечении людей питьевой водой круглосуточно – таковы установки АКБУЛАКа. По словам организаторов мероприятия, из 22 объектов водоснабжения на сегодняшний день выполнено 7, и для 7 объектов выделены дополнительные средства. Информация, которая прошла два месяца, она несколько изменилась в сторону, конечно, позитива, но, тем не менее, отрадутся, что есть объективная информация и как администрация программы, и послок партийного контроля. Это радует и в том плане, что проблемный вопрос, если говорить в целом по регионам, то, что упало в стране. Но у нас таких вопросов нет. Если вернуться к программе питьевой воды 2002-2010, то у нас стоит проект в 2003-2004 годах, когда была ментальность, то он принесет дешевую воду, расти как родители, дайте нам воду. В обсуждении программы АКБУЛАК также приняли участие председатель комиссии партийного контроля партии Нуротан Уралды Туригожин, заместитель Акимов Асакаровского-Шевского районов. По словам Владимира Сластунова, от жителей неоднократно поступают жалобы не только о качестве питьевой воды, но и по установлению водопроводов. Устанавливая водопроводы по неизвестной причине, не закрывают их. В итоге зимой вода замерзает и народ остается без воды. Так, в общественном приеме Шахтинского городского филиала партии поступили жалобы жителей улиц и строителей проезда Кармамарса. Три проверки выездной комиссии партийного контроля, факты, изложенные в жалобе, нашли свои подтверждения. Установленные по улице строителей водопроводные колодцы, оставленные открытыми, заполненные вдоль в результате аварии 10 квадратных водопроводных сетей. Решить проблему водоснабжения одним махом невозможно. Сфера объемная и сложная, но несмотря на это, Самат Марзатаев утверждает, что их работа по реализации государственной программы Акбулак выполняется в срок. Из 20 проектов сегодня, в 2012 году, начато по 7 проектам реализация в текущем городе. При этом мы с ним месяц сегодня на строение средств оставляем 100%, в работы ведутся 100 раз на графика. Миром Гусел Кимбаева, Баужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.